В Казахстане самый высокий уровень дорожно-транспортных происшествий и смертельных случаев. Если говорить только о западном регионе, то аварий в нем стало меньше, однако количество погибших больше. Число зафиксированных нарушений на дорогах в области составляет чуть меньше 80 тысяч. В это число входит нарушение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного опьянения и другие. По нашему региону за 12 месяцев, если брать, то есть за 17 год, на дорогах регион зарегистрировано 405 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 99 человек и травма различных степеней 534 человека. То есть это, вы видите, цифра очень большая. Эксперты Восточного Альянса за круглым столом заявили, что провели собственное расследование и выявили ряд нарушений. Например, на трассе Уральск-Оксай они нашли проблемные участки, которые могут привести к увеличению аварий. Отсутствие разметок, ограждения и предупреждающих знаков. Кроме того, было дано заключение по общественному транспорту. Выяснилось, что автобусы в области слишком старые и, скорее всего, уже не соответствуют техническим требованиям. Но и это еще не все. Очень большое количество нелегальных перевозок, так называемые шаранные перевозки и такси. Мы их насчитали десятками, сотнями случаев, скажем, за наши пару дней наблюдений. И это снижает очень сильно безопасность для легальных перевозчиков и для людей. Перевозка детей в автобусах происходит в школу и из школы происходит без ремней безопасности. В принципе, во всем мире сейчас это международный стандарт принят. Особенно школьная перевозка должна существоваться только в автобусах с ремнями безопасности. Безопасности детей было уделено особое внимание. Учить правилам дорожного движения их необходимо с малых лет. Представители иностранной компании, чья инициатива была внедрить проект «Безопасная дорога», передали в собственность управления образования более 5000 рабочих тетрадей для школьников по правилам дорожного движения. А местным властям предложили выделить земельный участок и создать на нем городок безопасности. У нас проводится множество оперативно-профилактических мероприятий, как республиканского масштаба, так и областного, и даже городского. Но они действительно имеют достаточно короткий характер, максимально, ну где-то около 10 дней, да, у нас максимально проходит оперативно-профилактическое мероприятие. В месяц минимум по два оперативно-профилактических мероприятия мы проводим. 50% из них, конечно, направлено на взрослое население, но и 50% на наше, на самое дорогое, что у нас есть, на наших детей. Сейчас также проходит месячник, который, инициатором которого является МВД Республики Казахстан по безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних. В завершении встречи было предложено объявить 2018 год в Казахстане годом ремня безопасности, который отмечается во многих странах мира.